Всем привет! Сегодня у нас на рассмотрении Pukai ZL920S 2019 года, обновленная версия. У него все издемилось. Кузова, рамы, стрела немного удлиненная стала, ковш другой. То есть очень много обновлений. Сейчас мы вам покажем. Также у нас есть на примере ковш-миксер. Мы много говорим про навесное оборудование. Мы сейчас вам покажем в деле, как оно работает, как оно одевается, что такое будет съемная каретка, как это происходит. Мы уже начнем. Такого рода кузова, сразу к кузову. У него обновленные задние фары. Это, кстати, подсветка, когда в темное время суток. Очень удобная. Чтобы не стряхивались лампочки и не составились от геодной фары. Это удобно. Также сделали открытие капота вверх на ключе. Многие жалуются, что можно легко открыть в любое время кабину и что-нибудь спереть. Поэтому вставили ключ. Сделали кабину с верхним доступом. Вот. У нас здесь все в стандарте идет. Сидовский двигатель на 34 кВт. Получается радиаторное охлаждение двигателя. Радиаторное охлаждение коробки. Тут залить экстрон третий. И охлаждение гидонасосов. Здесь масло у нас обычно набито. Вот. Противовесы. У него пандусы заполнены полностью. Кстати. Да. Даже вот простукиваются они все плотные. Здесь вот у нас отсек специально оставили для того, чтобы в зимнее время люди могли установить себе предпусковой подогреватель. Вот здесь вот можно его установить. Очень довольно-таки легко и просто. Электрический, конечно, хорошо, дешевле, но лучше, когда он автономный. Какой-нибудь пробикунь можно установить. Рудей 60 будет стоить. Очень удобно. Так. Колеса у нас идут здесь 23,5 на 16. Широкая резина. Волна. Здесь у нас уже вес у него 4,160. Поэтому установлен блок сателлитров бортового редуктора. Здесь вот три шестерни. Здесь стоит полуось, которая раскручивает эти шестерни, дабы увеличить проходимость, мощность и так далее и так далее. Вот. Это 920-й. На нем нужна турбина. Вот. Ее сразу видно. Она вот где-то примерно прирост на 8-10% увеличивает мощность двигателя. встроенная рамка малого. шарнилосочненную рамку. в 920-м. Здесь вот стала толще. Раньше была совсем тоненькая. В 2019-й модели прям совсем толстая стала, стартая. какая вот прям плотненькая. Карданный вал остался у нас один Коробка у нас совмещенная с гидротрансформатором Поэтому стоит радиатор на охлаждении Стрела удлинена Здесь на нем установлена быстросъемная корректа Вот ее можно наблюдать То есть, в принципе, как она работает Как она работает Чтобы снять, допустим, ковш и одеть ковш-миксер Достаточно выйти из кабины То есть, перекрыть клапан Давление, поступление Отсюда, то есть, вот здесь перестает работать шток Он задвинутый сейчас, потому что мы его снимали Сюда задвигается шток, потом открываешь И все, и начинает работать через навесное оборудование Я вам сейчас продемонстрирую, чтобы вы это все увидели сами В деле Посмотрим Сейчас, вот, я вам продемонстрирую Вот сейчас открыт клапан, чтобы работала быстросъемная корректа Вот сейчас открыт вот этот клапан, чтобы работала Сейчас вот здесь шток должен вылезти Сейчас он зафиксировался и нужно работать ковшом С стандартным ковшом Вот сейчас идет 1.3 с кромками С клыками Ручными И с компаситного материала, который очень тяжело сломать Вот Все, сейчас вот у нас работает только ковшом Чтобы его снять, все делаем то же самое Сейчас я задвину штоки Вот это и есть быстросъемная корректка Вот у нас вот здесь вот Под любое навесное оборудование То есть вот здесь проходит третий контур Он сходит сюда Получается И работает именно быстросъемная корректка Чтобы заработала навесное оборудование Допустим щетка, там ямамур Он должен включаться через гидромотор Здесь у нас есть краник такой Который отключает штоки быстросъемной корректки И включает вот эти краники Чтобы уже работал само навесное оборудование Сюда подавался гидропоток Вот, сейчас я вам покажу Подъеду к ковшу-миксеру И мы его наденем и покажем, как он работает Субтитры сделал DimaTorzok Вот мы не выходя из кабины Сейчас накинули ковш-миксер Застегнули его штоком Чтобы он не дергался, не испадал Как сейчас сделать так, чтобы работал сам ковш-миксер Вот здесь у него, кстати, идут лопатки Вот, два гидромотора Подключаем Все, фиксируем, чтобы он выскочил Так, теперь, чтобы заработал сам ковш-миксер Нужно открыть краник, чтобы сюда пошел уже гидропоток Вот, вы видели, он натянулся И вот сюда пошел гидропоток Сейчас я опущу ковш-миксер И включу его третьим контуром Чтобы он начал работать То есть сюда засыпается какой-нибудь материал Ну, там, цемент, песок и перемешивается Сейчас включу, посмотрите Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы сейчас по демонстрировали вам работу третьего контура Кстати, вот этот ковш-миксер Alligator 921-1 Собирается на Пукайском заводе также Такое же хорошее, как он сама подруча Пукайка Это проверенный временем отручительный Завод сам должен очень много производить технику Поэтому за это не тренируется Любое навесное оборудование от Пукайка Последовало сюда У Фукая идет такая кабина Как будто в аквариуме Здесь вот скошены идут стекла И очень просторно Здесь у нас лючок есть С защищенной решеткой Не дай бог какой-нибудь камень пойдет Поэтому здесь тоже очень просторно Можно развалиться Все управления под рукой Здесь у нас расположилось Переключение скоростей Это Скорость вперед Назад Первая, вторая С этой стороны У нас здесь идет Пониженная, повышенная Сейчас он стоит В верхнем положении Это повышенная Он едет быстро Но маломощнее Если мы переведем его в нижнее положение В пониженную скорость Он становится более мощным Но Но Тихоход Вот Перейдем его обратно Потому что Так удобнее ездить Вот мы и работаем Здесь у нас ручник Снимается Поднимается Чтобы постоянно У нас С правой стороны У нас Получается Джойстик Подъема Вверх Вниз Выгрузка Загрузка Третий контур Который я вот кстати Включал Копшмиксер И им же он Отключается Быстросъемная каретка Влево Вправо Вот Здесь у нас стоит заглушка То есть Когда Глушишь машину Вот Глушилка Она накрывает Кричатку коллектора И он Глохнет Не поступает в воздух Посмотрим Что у нас здесь На панели управления Здесь у нас Воздух Вы услышите Температура Двигателя Давление В гидросистеме Вольтаж Он всегда посередине стоит Нормально Вот И Мегапаскаля Именно Вдавление В масло В двигателе Вот Потом Здесь у нас Габариты Это Включение У нас Тут идет Вот Включилась Мигалка Желтый Проблесковый Маячок Включение Вентилятора Включение 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 Дворника И кстати Вот Реализована Очень хорошая функция На всех Фукаях Стоит Как бы Накаливание Свечи В зимнее время Нажал 10 секунд Подержал Можно заводить легко Вот 30 градусов мороза Мы это заводили Никаких проблем нет Здесь у нас Поворотники Лево-право И ближний Дальний Привет В принципе И все По кабине Сейчас мы Покажем еще Высоту Выгрузки И высоту Подъема Ковша Для этого Мы наденем ковш Сейчас я быстренько скину Ковшмиксер И покажу вам Снять Дососъемное оборудование Так же легко Как его одеть Перекрываем краник Кстати Сбрасываем Гидрогическое давление Несколько раз сделали Все Перекрыли краник Опускаем вниз Снимаем Чуть-чуть Масса сливается Тоже самое Здесь Немножко придавили Затем Закрыли Все Теперь у нас работает само Быстросъемное оборудование Сейчас мы выдвинем Штоп Обратно уберем Задвинем штоп И снимем ковш Закрыли 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 Теперь давайте посмотрим, какая у него будет высота разгрузки, для этого мы опустим корж. Высота выгрузки фронтального подгрузчика FUKAI ZL920 получается 3 метра 30 сантиметров. Подойдет для любого самосвала, даже с нарушением портами. Сегодня мы с вами рассмотрели FUKAI ZL920. Это погрузчик очень давно выпускается, где-то примерно с 2009 года, а сама линейка погрузчиков FUKAI насчитывает очень далекое время, когда их выпускают. Поэтому надежность, стабильность и качество производитель данной гарантирует. Субтитры создавал DimaTorzok